ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. О проблемах с обслуживанием учебных автомобилей заявили автошколы. Запчасть подорожали, а приобрести новые машины не так просто. Если в недалёком прошлом за самую простую легковушку, оборудованную для обучения, надо было платить 600-700 тысяч рублей, то сейчас речь идёт о двух миллионах. Если ситуация не улучшится, то через 2-3 года желающим получить водительское удостоверение не на чем будет практиковаться. Соответственно, автошколам придётся закрыться. ТРАССА СТО ОДИН Дорожные камеры стали штрафовать российских водителей чаще. За 5 месяцев этого года, информирует госавтоинспекция, на основе данных стационарных и передвижных комплексов было наложено 60 миллионов взысканий. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом число камер на дорогах сократилось на несколько тысяч. Всего таких устройств на дорогах нашей страны сейчас насчитывается 23,5 тысячи. ТРАССА СТО ОДИН Страховщики подсуетились и посчитали, сколько может стоить полис обязательного страхования автогражданской ответственности для владельца электрического самоката, если такая норма будет введена. Получилась сумма от 7 до 15 тысяч рублей. Дороговизна объясняется тем, что вероятность попасть в аварию у водителя электросамоката выше, чем у автомобилиста. Правда, последствия с материальной точки зрения могут быть менее серьезными. Также страховщики поддержали идею регистрации мощных электросамокатов и получения гражданами для управления ими водительского удостоверения. ТРАССА СТО ОДИН В апреле, мае и июне этого года самой популярной легковушкой на вторичном рынке оказалась Лада Приора. К концу первого летнего месяца, по данным Авито, ее средний ценник зафиксировался на отметке 260 тысяч рублей. Второе место досталось Ладе Самара – 132 тысячи. Гораздо выше средний прайс у Лады Гранта, которая разместилась на третьей строчке – почти полмиллиона рублей. Среди иномарок пальму первенства удерживает Форд Фокус, который можно приобрести в среднем за 450 тысяч. ТРАССА СТО ОДИН В России могут начаться продажи рамного внедорожника от индийского автопроизводителя Махиндра. Внешне модель Скорпио-Н напоминает множество своих более известных конкурентов, в частности, Тойота Ленд Крузер Прада. Однако цена индийца приятно впечатляет. На родине он стоит в среднем около 1 миллиона в переводе на рубли. Автомобиль оснащается двухлитровым 200-сильным бензиновым турбомотором либо 175-сильным дизелем. Трансмиссия, механика или автомат. Привод передний либо полный. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН